Теперь обо всем подробнее. Самая большая протяженность границы в мире. Долгие годы Казахстан и Россию объединяет дружба. В соседней стране проживают около миллиона этнических казахов, а у нас больше трех миллионов русских. Плодотворное взаимодействие развито в сферах экономики, медицины и науки. Налаживают отношения представители молодых и активных. В области проходит молодежный форум межрегионального сотрудничества. Побывала на масштабные встречи наша съемочная группа. Курган, Шадринск, Петропавловск, Акмолинская и Костанайская области. Больше 400 ярких представителей активной молодежи собрал этот форум. Ребята уже успели познакомиться. Сегодня они встречаются во второй раз. Это пленарное заседание. Говорят о сотрудничестве. Достигли больших успехов в области науки и образования. К примеру, у Североказахстанского государственного университета 127 зарубежных партнеров. Больше половины – российские вузы. Студенты имеют возможность обучаться по совместным образовательным программам, также по программам двухтипломного образования. Мы пришли к соглашению о реализации таких программ с российскими вузами. Это Омский государственный педагогический университет, Омский гуманитарная академия, Омский филиал финансового университета при правительстве Российской Федерации, Омский государственный университет имени Достоевского, Санкт-Петербургский государственный университет имени Александра Сергеевича Пушкина. Мы активно работаем с европейскими вузами. Обменяться опытом, поделиться мнениями нашей молодежи – есть о чем рассказать. В этой категории больше 120 тысяч североказахстанцев, то есть каждый четвертый, рассказывает руководитель профильного управления Ирина Тухватулина. Воспитание и трудоустройство – вот на что здесь делают упор. В этом году в поисках работы к ним обратились 1700 представителей молодежи. 1200 ребят нашли свое место. За третий квартал 2017 года мы вышли на позицию 2,1% молодежной безработицы. Это самый низкий уровень молодежной безработицы в республике Казахстан. 4% уровень республиканский. Второе направление, собственно, чем мы занимаемся, это обеспечить культурный и развлекательный досуг. Были проведены такие масштабные мероприятия, как международный форум, который прошел в Айртаусском районе Жастарова 2017. Совсем недавно у нас завершились игры на Кубок Акима Североказахстанской области на государственном языке и на русском языке. Самые яркие представители активной молодежи – бойцы Жасыл-Ель. Трудотряды в этом году обработали больше тысячи гектаров зеленых площадей, посадили свыше двух тысяч деревьев. Областной штаб Жасыл-Ель в этом году трудоустроил порядка 670 бойцов на территории 12 районов области и города Петропавловска. На финансирование программы Жасыл-Ель в этом году на территории нашей области выделено порядка 30 миллионов тенге. Это очень большая сумма. То, как молодежь проявляет себя не только в учебе, работе, но и в общественной жизни – это очень важно. С работой трудовых отрядов в России тоже хорошо знакомо. А вот в остальном есть чему поучиться. В Кургане из 320 тысяч жителей пятую часть составляет молодежь. Молодежная политика у нас в Кургане развита достаточно сильно. Взять, к примеру, тот самый Курганский дом молодежи. У нас есть городской центр волонтеров «Инициатива», который объединяет, по сути, волонтеров всех волонтерских организаций города, которые проводят различные мероприятия. У нас, например, есть такой проект «Студия инклюзивного творчества «Многогранник». Инклюзивное творчество – это когда инвалиды занимаются вместе со здоровыми людьми. По поводу участников форума, с ними действительно интересно поговорить, обменяться опытом. Такие встречи способствуют культурному просвещению и развитию участников, говорят россияне. А еще здесь можно узнать много нового. К примеру, сегодня ребят ждет мастер-класс от столичного журналиста. Я хочу проводить мастер-класс с молодежью в тему информационной войны, манипуляции. Какие признаки манипуляции, категории, какие методы ведения информационной войны, как надо защищаться. Единственный щит – это образование. Без грамотности никак. Без образования человек – он поверит любому. Масс-медиа в молодежной сфере, наука и инновации, молодой политик, бизнес и туризм. Эти вопросы ребята обсудят уже на панельных сессиях. Александра Салминарус, Тамт Леужанов, Новости МТРК.